Вот вам и финал великой энергетической державы. Ну вот и произнесены и те слова, которые все ждали. Белый дом озвучил условия, на которых он готов пересмотреть режим санкций против России. Коротко, все это выглядит просто и незамысловато. Не надо никакого окончательного урегулирования на Украине, просто заткнитесь и ничего не делайте. Пусть вот так, как есть, так и остается. Пусть ЛНР и ДНР болтаются между Россией и Украиной, пусть там существуют непризнанные никем даже Россией самопровозглашенные республики, пусть там все хоть сдохнут от голода и холода, но прекратите стрельбу. Пусть Крым остается российским, однако США этого никогда не признают. Но за это поддержание статус-кво, в целом скорее более выгодной России, чем кому бы то ни было, США потребуют от русских сущего пустяка несколько тысяч солдат для наземной операции против ИГИЛ. Тут ведь какое дело, вы будете удивлены, но американцы очень не любят, когда их солдаты гибнут. Вот ведь идиоты, они готовы пойти на большие уступки и потерять огромные деньги, если результатом этого будет сохранение жизни американцев. Нам с вами не понять этого слюнтяйства. Как это? Люди дороже денег? Ну просто примите это как данность для начала. Собственно, начиная операцию в Сирии, Путин знал эту американскую ахиллесовую пету, которая одновременно и является сильной стороной России. Мы ведь легко торгуем пушечным мясом. Так или иначе, но в Вашингтоне давно поняли, что без наземной операции в ИГИЛ не одолеть. Но Обама долго не хотел ее начинать, именно из-за нежелания нести потери. Путин для этого и залез в Сирию, чтобы дать понять Обаме. У меня много солдат, которых мне не жалко. Мы легко обменяем их жизни на то, чтобы Запад, пусть не де юра, но де факто признал Крым российским, как он в свое время признал аннексию прибалтийских государств Советским Союзом. Однако Обама, не желая идти на такую сделку с Путиным, отказывался от этого решения. Он то заигрывал с умеренной сирийской оппозиции, то рассчитывал на турецкую и иракскую армию, то на курдские вооруженные формирования. Но из этих его расчетов ничего не вышло. Война с ИГИЛом шла и идет. Ни шатка, ни валка, а бои сирийской армии Башара Асада отнимают у многих из них силы, которые, не будь гражданской войны, можно было бы бросить на борьбу с ИГИЛ. Тактика Трампа, по всей видимости, проста. Перестать делать ставку на свержение Асада, взамен получить от него и русских поддержку сухопутными силами в борьбе с ИГИЛ. И тогда Трамп будет готов пойти на описанный выше способ украинского урегулирования в кавычках. С точки зрения Трампа он молодец, спас жизни американских солдат, вместо них погибнут русские и ликвидировал главную, по его мнению, угрозу США и ИГИЛ. То, что Путин останется с Крымом, его не смущает. В конце концов, это не дело США и Запада в целом освобождать Крым. Пусть это делают сами украинцы. США хватит того, что они не признают его аннексию России. В крайнем случае, можно рассмотреть вопрос с поставкой вооружений для Киева. С точки зрения Путина, это идеальная сделка. Он получает фактическое прощение. Его опять принимают в хороших домах. Санкции снимут и так далее. А в зачет он теряет несколько сотен тысяч своих солдат. Согласитесь, сущая ерунда по сравнению с правом заседать в Г-8. Тем более, рассуждает Путин, что если послать туда в основном чеченцев, то это ослабит Рамзана Кадырова. А это давняя мечта Шойгу и Бортникова. Так я с одним выстрелом и двух зайцев убью, думает Путин. Правда, если только чеченцы не просчитают этот ход и, попав в Сирию вместе с оружием и техникой, не перейдут на сторону ИГИЛ. Вот тогда никому не покажется мало. Ни Трампу, ни Путину. Паскриптум. Вот вам и финал Великой Энергетической Державы. Главный товар, которым она теперь торгует на мировом рынке, это пушечное мясо. Альфред Кох. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ